привет добрый день дорогие друзья вот видите как быстро идет время не успели оглянуться и снега уже нет который нам так надоел и птицы прилетели которых мы так ждали и защитная реакция организма нашего и психики срабатывает на то что мы все невзгоды и все сложности которые были связаны с зимой с минус 32 градуса температуры с кормлением голубей все это забывается или вспоминается всегда с улыбкой еще раз привет весна суббота много сделано за неделю после работы раскачивал участок утверждали что как бы это нерационально но тем не менее стало значительно суше на нем значительно суше он качал где-то по два часа и канаве которую вы видели из колодца выкачивал в реку ну а в реке очень сильно прибыла вода и такое чувство что она просто встала и какой-то затор вы видели как я снимал показывал в том году серия затопила нас оказывается не это еще были семечки нас топит сейчас но нас то не топит мужа мы на них верху а нижние участки садоводческие и люди там некоторые живут уже сильно затопило давно не были в питомнике поэтому прошу питомник покажу обзор сделаем маленький обзор голубят они хуже выросли выросли уже некоторые пытаются слететь земли покажу голубят и покажу чем кормлю не переключайте подписывайтесь будет интересно прошу вперед ну вот кормлю таким составом видите красноватый цвет такой вот это добавляю витаминный салат который вы могли посмотреть как я готовил зимой и сейчас этот витаминный салат отлично пошел вход так вот обычно два раза в день как говорил вот у нас на работе езжу в обед работали вечера надо ехать недалеко выходные дни стараюсь утра подтверждение тому что здесь свекла присутствует все они склюют и будут кормить птенцов хорошая вещь на самом деле вот так едят они у нас дружочки голуби садятся на вторую кладку готовятся вот вот птенцы видите как не стали родителям мешать голубки за было свободно занялась созданием братьев младших мы планирую сейчас посмотрим процесс кормления голубей голубят маленьких очень интересно очень всегда трогательно вообще вот это маленькие на какой-то я не знаю на генетическом умиление перед маленьким созданием молодым чтобы он не был там щенок и так далее я голубя то вообще просто супер вот голубка сейчас попытается их накормить подходит но они похожи ребята посытые у нас так это чужой голубь летел происходит сразу же выталкивание его и он опять не туда тоже зашел голуби всегда свое гнездо охраняет все это мы знаем я специально решетку убрал поэтому голубка осматривается не может понять изменения ситуации вот сейчас она будет подходить голубя там мы видим и начнет их кормить очередность не знаю не понял кто когда первый кормит или голубь или голубка приходит кормить но кормят оба родителя все это мы знаем а кто не знает голуби очень трепетно ухаживают за своим потомством очень трепетно и всегда будут кормить если на полу всегда будут голубят потом какое-то время мы спустим на пол уже в детский сад и голуби кормят всех невзирая его это голубенок не его то есть таким образом мы иногда спасаем голубят который по каким-то причинам бывает особенно когда идут соревнования теряются родители вот она его тюкает по носу вы видите и вот этот прошел пошел процесс кормления процесс кормления пошел вот голубка начинает из зоба отрыгивать корм и кормят голубят прилетел опять чужой голубь я знаю выгонит и кормит голубят вот отвлекли и конечно у нас отвлекли сейчас должен прилететь отец семейства голубка сейчас будет продолжать кормить в этом году вообще процесс у меня я считаю достаточно не плохо идет во первых в том году кто смотрел было отравление голубей дай бог в этом все хорошо голубята постоянно поносили в этом году и количество голубят больше и они значительно лучше как бы растут быстрее по внешнему виду и рассказать по визуальным характеристикам я конечно их беру в руки но интересная всегда это радость голубевода вот смотреть на это чудо которое уже уверенно стоит на ногах чтобы улететь большую жизнь еще но недели две наверно три и полетят они вот она вот хороший кадр вы видите друзья трогательно трогательно опять отвлекает ее сейчас отца обязательно дождемся отец крупный хороший голубь николай николаевича из питомника николай николаевича шкабара достаточно часто называют эту фамилию имя отчество это был и остается очень известный голубевод которого и сожалению нету а вот голуби его благодаря ему его большому сердцу раскиданы по находится во многих питомниках россии во многих вот никак и не дают докормить не как где-то отец сейчас отец придет разрулить ситуацию здесь вот вот всегда защищать внизу всегда будет защищать иногда драки происходят в кровь дерутся но видите мы тут чуть-чуть изменили ситуация убрал крышечку дверку убрал решетчатую поэтому и вот так идет кормление у нас вот все голубка продолжает кормить кормят одновременно могут два есть сейчас вот прилетит отец он внизу набирает зоб корма чтобы донести их и отдать своему потомству вот прилетел отец идеальная семья идеальная семья и вот мы видим радость детей и удовлетворение голубки что она дождалась своего свою вторую сильную половину которая разгрузит ее от кормления а вот голубка полетела есть вот все поменяли сейчас голубка начнет есть уже как бы кормить себя отец добросовестнейшим образом увеличивая количество корма зобе своих детей и давая им шанс быстрее расти и набираться сил вот голубь николая николаевича шкабара вот зоб наполнился сейчас они еще будут кормить еще будут будут кормить еще и вот такие у нас голубя то красота настроение вообще отличное настроение друзья отлично сейчас всех теперь голубят посмотрим сейчас пройдет кормление я сделаем паузу небольшую вот там еще у нас наверху еще кормят еще кормят вот мой друг костромской будет сейчас кормить но вот они чем меньше голубя то по возрасту тем происходит дольше пауза кормления то есть голубь зависимости от величины голубенка и продолжительности его жизни он или сразу доставляет корм в зоб как мы видели поели накормил или делает какую-то паузу вот сейчас как голубь сидит мой пятнистик костромской он сейчас сделает паузу какую-то определенную может эта пауза длится 10 20 30 минут чтобы корм размяг в зобе и уже голубенку видите они чуть меньше эти голубята у него в гнезде чтобы этому голубенку корм уже дать более подготовлены к перевариванию вот он вот сейчас сидеть и через какое-то время голубка тоже вы видели не кормила голубя сейчас он посидит и через какое-то время начнет кормить чем дольше год продолжаться процесс длиннее жизнь голубенка тем быстрее он год кормить сразу же как мы видели помните всегда закрыты были сейчас открыл не потому что открыла потому что мне так удобней и где голубята закольцованы там открыто вот здесь еще только на яйцах вот села как не могу понять кто сделал чего вот ну значит поехали здесь у нас здесь у нас готовится ко второй кладке вот почему то значит у него какого-то сейчас посмотрим вот у этого вот у этого наблюдается красная грудка наблюдается красная грудка где-то кто-то чего-то тут у нас выстрелил с краснотой грудка с краснотой прямо видно видно вот эту красноватую грудку так 606 14 нас значит у него два птенца один птенец там сидит том отсеке вот еще маленький видите такой сидит в том отсеке у белых потому что родился попозднее послабее отдал ребятам там воспитывают его вот закрывать надо очень сильно бьет так здесь у нас и был один голубенок вот такой вот хороший мне нравится мне вообще такой цвет нравится именно серый такой нейтральный когда взрослые вырастают раньше поясатые нравились а потом ну вот самое главное чудо ребята у двух серых голубей у двух серых голубей родилось вот такое чудо но я подразумеваю мы все говорим о моногамности моногамности но тут моногамностью не пахнет потому что у меня шамелечек такой здесь есть самечек и похоже он какие крылья красивые и похоже он тут постарался а его отец выкармливал непонятно приемного сына отличная обстановка отлично хорошее настроение весна я сейчас вам покажу который в том отсеке мы смотрели голубя который очень похож птенец вот на этого самца обратите внимание на крылышко цвета очень похож поэтому товарищ то и похоже постарался как-то каким-то образом так ну ладно здесь у нас тоже ребята все хорошо увидели каких кормят птенчики отличные есть покрупнее есть помелче кто-то раньше родился вот поэтому люблю когда рано одновременно все рождаются чтобы не было ребята проблем потом вот видите как накормлены кормят очень хорошо такие накормлены тихо тихо так и здесь тоже есть маленькое чудо сейчас я вам его покажу это чудо вот тоже такой видите родился кто-то похоже вот тот который друга друга я показывал шамелечек он тут на покрывал голубочек на тихонько их мужей причем братец у него братья студию хороший черненький вот такой братец то у него вот такой видя как природа распоряжается мы думаем что они такие все честные порядочные вот здесь тоже хорошего голубята да хорошая скоро полетите да 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 ну давай вот так друзья вам всего доброго дай бог вам здоровья подписывайтесь обязательно ставьте лайки всегда ваш сейчас надо еще одного взять на плечо всегда ваш специально для германа улетный дачник всем пока до новых встреч